Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Николай Дмитриев. У микрофона ведущие Саргалана Антонова. 1 ноября сотрудники Федеральной службы судебных приставов отмечают свой профессиональный праздник. Какой бы эффективной ни была работа судов, без фактического исполнения предписаний, любые судебные решения будут действительны лишь на бумаге. Именно судебные приставы являются гарантом соблюдения закона. Специалисты этой службы контролируют исполнение решений, вынесенных судебными инстанциями разного уровня. В преддверии профессионального праздника мы пригласили в студию сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха, Якутия. Тех, кто в своей работе руководствуется принципом «сила закона в его исполнении». Итак, разрешите представить гостей. Это начальник отделения, старший судебный пристав Якутского межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств, Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха, Якутия, капитан внутренней службы Наталья Ивановна Терехова. Добрый день. Добрый день. Временно исполняющий обязанности начальника отделения, старшего судебного пристава, специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельностью судов по городу Якутску, Управление Федеральной службы судебных приставов по Якутии, капитан внутренней службы Оксана Викторовна Турова. Здравствуйте. Здравствуйте. И начальник государственной службы и кадров управления, старший лейтенант внутренней службы Ирина Михайловна Тетерина. Приветствуем вас. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НБК Саха и на нашем радио. Мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а мне для начала, конечно же, хотелось бы поздравить вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо. Давайте скажем несколько слов об истории вашей службы в Якутии. Вообще, с чего она начиналась? Ну, вообще, изначально этот праздник 1 ноября был впервые отпразднован в 2009 году, согласно указу президента. Впервые закрепился наш праздник. Почему 1 ноября? Потому что в 1865 году император Александр II впервые сдал положение о статусе судебных приставов. Уже законодательно были закреплены их права, их обязанности и правовое положение было установлено на их. Вообще, изначально в 90-х годах в Якутии наша служба состояла всего лишь и в небольшом количестве. То есть это был один главный судебный пристав. Количество сотрудников аппарата составляло 8 человек и было всего 67 исполнителей на всю Якутию. На сегодняшний день, конечно, наш штат более, намного больше, скажем так, это 671 человек. В 2020 году для нас, можно сказать, был решающим, потому что нашу службу перевели на иной вид службы. Это был новый вид государственной службы, служба в органах принудительного исполнения. У нас очень многое поменялось, поменялся социальный статус, поменялся существенно возрос уровень денежного удовольствия. Ну и, в принципе, наша служба перевернулась полностью. Такое существенное событие было в 2020 году. Федеральная служба судебных приставов сегодня – это не только исполнение решения суда, вот как мы говорили, да, но и множество других направлений деятельности. Ирина Михайловна, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какие задачи вообще возложены на сотрудников вашей службы. Еще раз добрый день. Первоначальная задача судебного пристава исполнителя – это, соответственно, исполнение судебных решений, приговоров, а также актов специально уполномоченных органов. Ну, например, если вкратце рассказать по своему отделению, которым я возглавляю, это Якутское межрайонное отделение по исполнению. Исполнение особо важных исполнительных производств. То есть это вот особо сложное исполнительное производство, да. Это, например, алименты на задержание несовершеннолетних детей, на деспособных родителей, ну, а также это и выдворение иностранных граждан или без гражданства за пределы Российской Федерации, если они нарушили закон о миграции, да. А также это выселение из жилого помещения, вселение в жилое помещение. А также одним из тоже сложных категорий исполнительных производств является это, соответственно, снос незаконно построенного жилого помещения, да, либо другого сооружения. Это, как бы, очень морально сложно. Естественно, должник уклоняется, кто хочет, да, разрушить свое строение, хотя оно незаконно построенное. Поэтому это, как бы, занимает достаточно сложную, ну, как бы, долгая, длинная процедура. Какой бы эффективной ни была работа судов без фактического исполнения предписаний, любые судебные решения, конечно, будут действительны лишь на бумаге, да. И именно судебные приставы являются гарантом соблюдения закона. А вот какие категории исполнительных производств можно назвать особо важными, например, вот социальной направленности и так далее? Ну, вот я тоже, вот, до этого, как и сказала, вот, алименты на содержание несовершеннолетних детей, снос, выселение, вселение, да, а также взыскание кредитной задолженности, а также это, как бы, постановление налоговых таможенных органов, вот они тоже нашим подразделением исполняются, да, нашей службой исполняются. Ну, вот, как и до этого я озвучила, те, как бы, категории являются наиболее сложными исполнительными производствами. Один из приоритетов в государственной политике, это, конечно же, защита прав детей, да. Уделяется ли этому направлению какое-то вот дополнительное внимание? Ну, да, конечно, взыскание алиментов на содержание совершеннолетних детей, это для всей службы судебных приставов стоит на первом месте, да, так как это все-таки права несовершеннолетних детей, и, к сожалению, с каждым годом исполнительных документов становится больше, получается, у нас разводов много получается, да. Конечно, да, здесь, допустим, если должник нигде не работает, тогда вот должник, например, думает, что он не должен оплачивать, раз он не работает, да. Но ребенок же должен есть, одеваться каждый день, получается. Поэтому он обязан, хоть и не работает, но он обязан платить алименты, да, на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. А если он нигде не работает, то, естественно, у нас по 113 статье Семейного кодекса Российской Федерации мы расчет задолженно делаем из средней заработной платы по Российской Федерации, да. Либо это в суде, да, должник, если укажет, что он в твердой денежной сумме, допустим, 5 или 10 тысяч ежемесячно, тогда вот как исходя из судебного решения. А какие возникают проблемы, например, по исполнению взыскания денежных средств на содержание несовершеннолетних детей? Бывает так, что, например, отцы скрываются и так далее? Да, конечно, это, наверное, из 100%, наверное, это 70% это злостные неплательщики алиментов, да. Конечно, где-то валяется он, не гроша за душой, но пристав-исполнитель обязательно должен найти, взыскать алименты, да, эти. Но если он, конечно, скрывается, то у нас статья 65-я, это по инициативе судебного пристава исполнителя либо по заявлению взыскателя, как бы, вносится постановление об исполнительном розыске, да. У нас есть судебный пристав исполнителей, которые занимаются розыском. И вот это постановление передается им. У нас, как бы, очень сильная команда розыскников, можно сказать. Они, вот, у них есть такие сервисы, вот, они, как бы, ну, как бы, могут связаться с ЖД, Авиа, да, а также по речному, вот, допустим, куда выехал должник, да. Получить все сведения. Да, учить сведения. Вот недавно тоже, вот, был случай, что мы на днях, вот, допустим, такого-то числа мы поймали, что он должен переехать в Мегино-Кангласский район на железной дороге, допустим, да, из другого города России. И, соответственно, наши розыскники там совместно судебную приставу по ПДС Мегино-Кангласского района, они там прямо при выходе из поезда задержали его. А вообще, какие меры поддержки сторон исполнительного производства осуществляются на данный момент? Да, здесь есть в законе, это наш федеральный закон 229, это 27 октября 2007 года, это наш главный закон, наша настольная книга, это федеральный закон об исполнительном производстве. Там имеются такие исполнительные действия, как предоставление рассрочки, отсрочки, да, при остановлении исполнительного производства, да. Но в данном случае отсрочка, рассрочка исполнительного производства, она предоставляется, допустим, только в судебном порядке. Рассрочка, да, вот это понятие рассрочка, это то есть, Допустим, если у человека миллион задолженностей, то он просит рассрочку. То есть я обязуюсь ежемесячно по 20 тысяч до 25 числа, допустим, ежемесячно. Это называется рассрочка. Он может такую рассрочку попросить в суде. Ну, на суды бывает, конечно, из материального положения должника могут удовлетворить такое заявление. А есть еще отсрочка исполнения, то есть передвигается. Я, например, ну, допустим, должник обращается в суд, что такое тяжеломатериальное положение, допустим, сейчас не могу исполнить, давайте мне на год отсрочку. Тогда вот, допустим, тогда мы в течение вот этого года, 12 месяцев, судейный пристав исполнитель никакие исполнительные действия не принимает. А также вот с 1 февраля этого года у нас был перенят закон о сохранении прожиточного минимума по территории, где проживает должник. То есть, если, допустим, это пенсионер, а у него единственный доход только пенсии, допустим, да, И если эта пенсия у этого должника меньше, допустим, прожиточного минимума, то он, соответственно, в структурное подразделение, где находится его исполнительное производство, обращается с заявлением. Там заявление определенного образца. Это не просто заявление, а определенного образца, потому что мы понимаем, что все хотят по прожитке, да, могут быть. Это как бы фиктивные справки, доходы, поэтому это определенного образца, и пишет заявление, что у меня пенсия, либо заработная плата составляет такая-то, такая-то, прошу сохранить мне прожиточный минимум. Такие заявления у нас рассматриваются в течение трех дней, строго, да, не 10, не 15, не 30 дней, а они строго рассматриваются в трехдневный срок, и по итогам рассмотрения у нас вносится ходатайся. Либо удовлетворить, либо отказать, и к этому, соответственно, он прилагает свой доход, допустим, да, вот, если озвучить, то, допустим, может быть, кто-то не знает, на сегодня, да, прожиточный минимум по республике Саха-Якутия, например, составляет на население 21 706 рублей, а для работоспособного населения 23 660 и для пенсионеров 18 667. Если у них доход меньше вот этой суммы, то они, соответственно, пишут заявление в структурное подразделение судебных приставов. Ну вот мы не знали о таком нововведении, например, да, дорогие друзья? Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. И сегодня, я напомню, на студии находятся сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по республике Саха-Якутия. Ну что же, давайте теперь немного подробнее остановимся на результатах работы вот по итогам 9 месяцев этого года. Давайте вкратце, да, если вкратце остановиться на цифрах, например, да, вот в Якутском межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств, где вот по городу Якутску исполняются алиментные плачежи, на исполнении находилось 13 012 исполнительных производств на 460 миллионов 51 тысячи рублей. Из них вот по итогам 9 месяцев, да, окончено 1173 исполнительных производства на 102 миллиона 32 тысячи рублей. Ну, а также у нас должники бывают в рамках исполнительных производств, но они же всю сумму не могут, допустим, да, оплатить, то они частично тоже должник, алиментчик может вправе внести за счет погашения задолженности частично, да, вот, например, у нас частичная сумма составила 52 миллиона 42 тысячи рублей, да, это как бы внушительная сумма, и мы, конечно, результатами, когда взыскиваются денежные средства населениями несовершеннолетних детей, конечно, это для нас тоже сами радуемся этому, так как эти деньги будут идти на содержание, да, несовершеннолетнего ребенка. Вот так, потом по алиментам у нас в розыске, да, вот до этого мы говорили про исполнительный розыск, у нас находилось 431 граждан, да, гражданин вот находились в розыске за уклонение от уплаты алиментов. Также по 713 исполнительным производствам направлены на удержание заработной платы. Ну, наверное, алиментчики-то знают, наверное, что у нас, как звучит, удержание алиментов со всех видов дохода, то есть с заработной платы, с пенсии, либо с каких-то других выплат, да, поэтому мы должны на все доходы направить на удержание. Ну, мы, конечно, знаем, что вы выполняете очень важную работу, причем вот социального направления, помогаете, например, вернуть людям то, что было, например, утрачено, да, детям вернуть алименты и так далее, да. А с какими сложностями вообще приходится сталкиваться с судебному приставу? Я думаю, что это ведь бывает еще и негатив, который идет от населения. И мне кажется, нужно обладать большой стрессоустойчивостью, умением, ну, работать с населением, психологическим определенным настроем для того, чтобы вот решать все эти проблемы. Да, конечно, должники, на то и должники, наверное, да, что они не могли решить проблемы, как бы, в досудебном порядке, да, да, значит, они дошли до суда, и, соответственно, они, как бы, уклоняются от уплаты, да, своих задолженностей, да, и хоть по кварплате, допустим, да, по кредитам, по алиментам, мне кажется, нормальный человек, наверное, до суда не доведет, наверное, да, свой долг, он погасит, как бы, в досудебном порядке. Ну, да, конечно, работа судебного пристава исполнителя очень сложная, очень сложная, порой и неблагодарная, неблагодарная. Потому что, вот еще раз повторюсь, что если у человека ничего нету, ничего нету, а бывает, что взыскатели, да, говорят, это, как бы, ваша служба, ваша работа, вы обязаны нам, но, конечно, мы перенимаем все предусмотренные законы, меры, чтобы, естественно, вернуть этот долг, либо, ну, допустим, выселить с этого жилого помещения, допустим, да, ну, конечно, очень сложная работа, но бывают и положительные моменты, допустим, да, вот сегодня, например, мне очень-очень приятно было, в мой адрес поступило благодарственное письмо от Сивцевой Ирины Николаевны. Выражаю благодарность судебному приставу исполнителя Тюкяновой Анне Семеновне за эффективную и своевременную работу, за высокий профессионализм, оперативность, проявленные в ходе исполнительного производства. Анна Семеновна своевременно и надлежащим образом производит все предусмотренные законы исполнительной действия. На все мои заявления и обращения предоставляет ответы, исчерпывающие информацию. Несмотря на загруженность, всегда проявляет терпение, уважение и неравнодушие. Исполняя решение суда и действия в рамках закона, Анна Семеновна тем самым защищает интересы моего несовершеннолетнего ребенка. Также хочется выразить благодарность заговорилиевой Ирии Эдуардовне, замещающую Анну Семеновну во время отпуска, которая своевременно и профессионально существовала все необходимые действия. В преддверии профессионального праздника Дня судебного пристава от лица матерей хочется поблагодарить вес отдела по взысканию алиментов за их нелегкий труд в деле защиты законных прав наших детей. Порой мы в взыскателе не видим, какую огромную работу, тяжелую психологически и морально проводят эти прекрасные, красивые женщины в погонах, работая с должниками и отстаивая интересы наших детей. Не раз невольно становилось свидетелем того, как сотрудники отдела приходится проводить разъяснительную работу с неплательщиками алиментов, сколько моральных сил приходится им тратить. Желаю всем сотрудникам службы судебных пристав здоровья, семейного благополучия и профессионального роста. Это никакой не сценарий, это вот прямо сегодня поступило. Очень приятно, и, соответственно, вот эта благодарность будет направлена в отдел кадров для личного отдела наших двух судебных пристав исполнителей. Бывают такие моменты. Мне кажется, это просто бальзам на душу, особенно накануне профессионального праздника. Совершенно верно. Самое главное, что действительно есть люди, которые умеют благодарить тех, кто им помогает. Это, мне кажется, одна из основных, можно сказать, ну, наверное, благодарностей за ваш нелегкий, но очень нужный труд. А вообще, какова сейчас нагрузка на судебных приставов? Ой, с каждым годом, вот как я говорила, исполнительных документов, решений, переговоров, да, постановление актов уполномоченных органов, с каждым днем все больше и больше становится. Например, на одного пристава исполнителя, например, приходится по 3-4 тысячи исполнительных производств. Это же, получается, пристав исполнитель должен успеть возбудить исполнительное производство, направить запросы в органы, соответствующие регистрацию имущества физических и юридических лиц, потом обратить взыскание на денежные средства. При этом еще поступает очень много запросов, обращений, жалоб, да. Вот пристав исполнитель должен вот это все успеть. И это действительно нелегкий труд, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 1 ноября 2009 года по указу президента России был установлен День судебного пристава. Сфера деятельности приставов достаточно широкая. Они работают и с гражданами, и с юридическими лицами, занимаются взысканием крупных долгов по ипотечным кредитам, и штрафов ГИБДД, алиментов и задолженностей по заработной плате. Об этом и многом другом мы говорим сегодня с гостями нашей студии. Я напомню, что это сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха, Якутия. Наталья Ивановна Терехова, Оксана Викторовна Турова и Ирина Михайловна Тетерина. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а следующий вопрос я хотела бы адресовать Оксане Викторовне. Вообще, насколько мы знаем, ваше отделение выполняет не менее важные задачи по безопасности и соблюдению порядка в судах. Расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности вашего отделения. Вообще, какие задачи стоят перед вами? Специализированное отделение по обеспечению установленного порядка деятельности судов, это наше отделение, обеспечивает безопасность на охраняемых объектах, это в городе Якутске. Это здание судов и судебных участков мировых судей. Вот, значит, служебный день судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов начинается, конечно же, очень рано, в 7 утра, так как приставу необходимо получить специальные средства, получить оружие для того, чтобы исполнять свои обязанности должным образом, да, и ему еще необходимо прибыть на инструктаж, который проходит у нас ежедневно, каждое утро, это перед заступлением на службу. Далее, конечно, все убывают по постам, вот, по охраняемым объектам, потому что, конечно, всем коллегам моим необходимо, значит, провести проверку, это технических средств, провести осмотр залов, судебных заседаний, вообще в целом здание суда, территории, на котором находится это здание суда, да, также лестничных маршек, подсобных помещений, вот, это на предмет, нахождение посторонних предметов, и только потом здание берется под охрану, вот. Вот, основная задача отделения стоит, это, конечно же, не допустить чрезвычайных происшествий, вот, обеспечить безопасность судей, участников судебного процесса, также и судебных приставов исполнителей, когда они выезжают на рейдовые мероприятия, вот, по адресам должников. Давайте все-таки уточним, да, какие угрозы вообще существуют при проведении судебных заседаний. Что может произойти? Ну, в суде могут находиться люди, да, которые находятся, вернее, в непростых жизненных ситуациях. Вот, как они могут себя повести, неизвестно, да, поэтому со стороны судебных приставов по ОПДС недосмотр или промедление может привести, конечно, к необратимым последствиям. А если вот, ну, вы или граждане, да, наши были в суде, наверняка вот при входе в суд досматривали, да, граждан, которые прибывают в суд, с помощью технических средств, это металлоискатели, вот, потому что осмотр вещей граждан, да, которые прибывают в суд, это одно из наиболее важных мероприятий по безопасности в здании, так как неправомерные, ну, даже, можно сказать, преступные действия, да, пересекаются, так сказать, в зачатке сразу, вот, поэтому это очень важно. При этом не все граждане понимают важность таких мер и, конечно, нервничают во время вот таких процедур, возмущаются и, конечно, тоже есть и грубость, и хамство, и неподчинение. И непонимание. И непонимание, да. Вот, значит, вот за эти полгода у посетителей при данном мероприятии, да, было обнаружено 708 единиц предметов, да, которые могли, ну, представлять угрозу для жизни и здоровья, да, граждан. Вот, и не все они случайно забытые граждане. То есть, я поясню, просто некоторые предметы обнаружатся, и гражданин говорит, я забыл. Что он у меня находится, да, ну, вот, это не все случайно забытые гражданами вещи, которые обнаружены. Вот наша пресс-служба провела такой, ну, составила рейтинг. Рейтинг таких предметов, да, и веществ, которые были обнаружены. Вот, люди проносят с собой в суды национальные ножи, да, топоры, молотки, огнестрельное оружие тоже есть, газовые пистолеты, патроны, да, электрошоковые устройства и различные кольчережущие предметы. Это ножницы, это ножи, там, небольшие, да, шило, отвертки, вот такой канцелярские ножи, вот. Вот, а также легко воспламеняющие жидкости, которые тоже это запрещено проносить в суд, вот. Ну, и токсические вещества, да, и прочие средства, вот, которые представляют угрозу, могут представлять угрозу, вот. Хорошо, помимо вот запрещенных предметов, какие еще нарушения встречаются со стороны граждан в наших судах? Ну, это нарушение, да, правил поведения. С начала года вот в судах города Якутска вообще 216 граждан привлечены к административной ответственности. По статье 17.3 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, да, это в случаях, когда посетители не реагируют на замечания судьи или судебного пристава по ОПДС. И не выполняют законные требования судебного пристава. К наиболее частым нарушениям общественного порядка в здании суда также относится хулиганство, вот, которое может выразиться в явном неуважении к обществу, сопровождающейся, ну, нецензурной бранью, например, да, вот, оскорбительными, там, приставаниями гражданам, да, уничтожение повреждений имущества, там, прибытие в суд в алкогольном опьянении. И такое бывает. Да, и оскорбление участников судебного процесса. Вот. А в сентябре вот этого года буквально недавно, да, 50-летний подсудимый по уголовному делу явился на судебное слушание в состоянии алкогольного опьянения. Это часто происходит. Вот. А там задержанный сотрудниками полиции, да, гражданин в ожидании судебного процесса, ну, выражался вот нецензурной бранью, да, плевался на пол. Так вот. Вот в отношении вот таких граждан, конечно, наши сотрудники привлекают к административной ответственности граждан. Наша служба также привлекает к ответственности должностных лиц. Это отделение почтовой связи за несвоевременную доставку писем из разряда судебных, да. Также граждане могут быть привлечены к ответственности по статье 17.8 КОАП Российской Федерации за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Вот. Когда они дают доступ в помещение или, значит, отказываются предъявить документы граждане, когда не являются по повестке в суд, вот, или по требованию на прием, например, к судебному приставу исполнителю, вот, граждане таки подвергаются принудительному приводу еще. Вот. За полгода, вот, принудительному приводу было подвергнуто 1309 граждан. То есть довольно так большое количество. Мы знаем, что ваша служба еще осуществляет розыск, да. Много ли граждан вообще скрывается от правосудия? Ну, в пределах вообще компетенции нашей службы, да, розыском занимается отделение исполнительного розыска и реализации имущества должников, например, транспорт, да, или самих должников, да, вот, Наталья Ивановна уже говорила, вот, если последний не установлен по месту жительства, да, а судебные приставы по обеспечению установленного порядка оказывают содействие органам внутренних дел, выявляют и передают в органы внутренних дел граждан, находящихся в розыске, да, и скрывающихся от органов дознания, следствия или суда. Вот в этом году сотрудниками нашего отделения установлено 14 граждан, вот, скрывающихся, да. Вот в июле этого года гражданин прибыл в городской суд при проверке документов и по базе, да, которая у нас есть, выяснилось, что он находится в розыске за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ну, вот, мужчина был задержан и передан в органы внутренних дел, да. Ну что же, следующий вопрос я хотела бы адресовать Ирине Михайловне. Вот мы сегодня говорим о, действительно, том, как у нас работает Федеральная служба судебных приставов. А вот тяжело ли поступить к вам на службу? Ну, порядок приема на службу у нас несложный, и мы готовы рассматривать любого кандидата. Естественно, он должен удовлетворять ряду требований, это в том числе наличие среднего образования, это для должностей судебных приставов, обеспечивающих порядок в судах. Это должность младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, так и звучит его должность. Здесь требуется наличие среднего образования, ну и, естественно, он должен будет пройти и военно-врачебную комиссию соответствовать, и необходимым будет ему пройти физподготовку. Тоже человек должен быть подготовлен физически, учитывая его деятельность. Далее каждый кандидат, который принимается к нам на службу, проходит профессионально-психологический отбор. У нас идёт очень серьёзная работа с психологом. У нас каждый кандидат проходит тесты психологические, проходит полиграф. И только по положительному прошествию данного этапа мы можем рассматривать его далее. Хочу сказать, что если брать в среднем, допустим, и 100% кандидатов, которые нам приходят, где-то 70% всё-таки проходят положительно, это уже хорошая динамика. Если говорить о судебных приставах-исполнителях, то здесь мы, конечно, требуем наличия высшего образования. Это должно быть юридическое или экономическое, потому что так ему будет проще работать. У них специфика очень сложная, им требуется знание очень хорошего уровня именно уголовного гражданского кодексов. Поэтому любой может прийти к нам, пожалуйста, приходите на Лермонтово 25, мы всех ждём. У нас всегда открыты для всех двери, поэтому со всеми мы работаем, со всеми мы общаемся. Единственное, что у нас большая нехватка кадров именно в районах, именно в северных районах. И у нас на сегодняшний день даже имеется наличие вакансий начальников отделений структурных. Это Абый, это Нижнеколымск, это Усть-Майский, это Пеледуйский районное отделение. То есть люди, которые почему-то проживая на этой территории, не изъявляют желания идти к нам. А молодёжь почему-то, наша местная, не изъявляет желания ехать в районы работать. Хотя условия у них прекрасные. Денежное удовольствие у нас, я бы сказала, достаточно конкурентоспособное, а может быть даже и на сегодняшний день выше, нежели в других правоохранительных органах. У нас хорошие социальные условия для наших сотрудников. У нас оплачивается раз в год проезд. У нас и сотруднику, и члену семьи, неважно, работает он или не работает. У нас в ведомственных два прекрасных санатория, которые один находятся на берегу Чёрного моря в Туапсе, другой на берегу шикарного озера Белого. Белое озеро Белое, да. Поэтому, то есть, медобеспечение у нас прекрасное. То есть, условия работы, я считаю, что на сегодняшний день у нас достойны более чем. Но вот эти условия, наверное, появились не сразу. Они появились не сразу, они появились в 2020 году, когда мы перешли на иной вид государственной службы. Поэтому абсолютно всю информацию по вакансиям, по условиям можно найти на нашем сайте, в принципе, официальном. Это всё в открытом доступе. Учитывая специфику работы судебного пристава, конфликтность, например, ситуации, взыскатель, должник, вообще, какими качествами должен у нас обладать человек, годный для этой профессии? Ну, однозначно, как Наталья Ивановна уже сказала, это стрессоустойчивость, это однозначно. Это, конечно, честность. Это, безусловно, терпимость. Однозначно. Это должна быть добропорядочность. Это должно быть умение общаться с людьми, потому что они очень тесно взаимодействуют с людьми, с разными категориями граждан, и с разными характерами, и им очень сложно. И поэтому, наверное, всё-таки, когда человек задумывается о приходе к нам на службу, в первую очередь, он должен обладать какими-то человеческими, такими добрыми качествами. Ну и вопрос, конечно, хотелось бы задать, который подытожит наш разговор. Что вообще делать должнику, который оказался в сложной жизненной ситуации? Например, потерял работу, заболел, не рассчитал кредитную нагрузку. Бывают такие случаи? Да, ну вот до этого я в своей, как бы, этой беседе говорила, да, что вот имеется рассрочка, отсрочка исполнения решения суда, а также приостановление исполнительного производства. Это всё регламентировано нашим законом, номер 229 в забесполнительном производстве, да. Поэтому, ну это всё решается только в судебном порядке. Судебный пристав исполнитель сам не принимает решения. Судебный пристав исполнитель имеет право только, если по непредвиденным ситуациям, обстоятельствам, отложить исполнительный действие на 10 дней, не более 10 суток, а также приостановить исполнительное производство. Допустим, если человек служит по контракту в армии, либо участвует в специальной военной операции, либо находится на стационарном лечении. Не на амбулаторном, а на стационарном лечении. Хорошо. Ну что же, давайте завершим наш разговор. Я думаю, что у вас есть какие-то свои пожелания, которые вы хотели бы донести до своих коллег, которые работают в нашей республике. Есть, конечно же, ветераны службы. Пожалуйста, поздравьте их с профессиональным праздником. Дорогие коллеги, ветераны, ну нас, наверное, видят и слышат по всей республике, да? Да. Поэтому вот всех сотрудников нашего управления Федеральной службы судебных приставов по республике Саха-Якутия поздравляем с нашим профессиональным праздником, Днём судебного пристава, который отмечается завтра. Ну, желаю всем терпения, ну и фактического исполнения судебных решений, ну и пополнения, наверное, вакансий, да? Потому что, вот как Илья Михайловна сказала, конечно, у нас в районах северных нехватка. Хотелось бы, чтобы все судебные решения во всей республике исполнялись, а не только по городу Якутску. Ещё раз праздником. Оксана Викторовна? Хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста, успехов в нашей службе нелёгкой. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный и такой актуальный на сегодня разговор. Конечно же, поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»